Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой обзор игры под названием Zucraft. Наконец-то после долгого прерыва нашлось время, то как-то и времени не было, то и желания на то, чтобы сделать ролик. Ну вот, наконец-то собрался силами и у нас игра под названием Zucraft очень неплохая, кому нравится животная тематика, советую поиграть. Хотя у меня были попытки прохождения игры, в частности, вот игры Mafia часть первая, но, к сожалению, YouTube не одобрил. Там нарушение авторских прав, наверное, из-за музыки, скорее всего. Без музыки проходить Mafia, те, кто прошел эту игру, наверное, меня поймут. Без нее проходить эту игру не вижу смысла, потому что без музыки это не Mafia. Насчет второй части, возможно, не будет так все строго, я попробую. Может быть, начнем проходить со второй Mafia. Если первую придется сложить, я думаю, что уже мы вряд ли к ней вернемся, вряд ли YouTube раздобрится и разрешит без соблюдения авторских прав проходить эту игру. Хотя игра очень стоящая, даже вот сколько прошло уже где-то 17 лет, 15, если быть точным, она появилась в 2002 году, игра смотрится очень даже на уровне за счет музыки той же, потом сюжета обалденного. Но я ничего подобного, сколько не пытался играть в такие вот игры на компьютере, ничего такого не видел. Хотя сейчас появляются очень достойные вещи, хоть там графика на высоте, но ни сюжета, ни музыки такого нет. Ну, это лично мое субъективное мнение. Теперь возвращаемся к игре. Игра очень такая неплохая, вы управляетесь зоопарком, и кому нравится первых менеджмент, плюс животные, эта игра именно для вас. Тут мы помимо разведения животных еще строим всякие киоски, чтобы зарабатывать на существование зоопарка, его развитие, и все взаимосвязано. Помимо денег есть еще у нас золотые монеты и жемчужины, они котируются в игре больше всего. Но так, если я расставляю приоритеты, то первое место занимают жемчужины, есть такая как ракушка, и мы ее должны поливать, для того, чтобы получать жемчужины. Полив осуществляется за счет золотых монет, то есть золотые монеты занимают второе место по значимости ресурсов, ну а третье место деньги. Все взаимосвязано, нужны и деньги для того, чтобы получать так или иначе деньги, такие уже по более высокому статусу. Это у нас золотые монеты и жемчужины. В общем, чтобы получать одно, надо обязательно развивать другое. Звери мы можем, в принципе, покупать, но покупки только лишь на всякие, ну такие базовые, на базовую живность. Потому что в основном мы всех животных синтезируем в лаборатории, то есть выводим путем скрещивания. Этот процесс достаточно длительный, я потом обращу на это внимание, у нас как раз появилось новое животное, и его надо куда-то посадить в новый вольер. А мы еще также за выполнение заданий, ну таких самых мелких, например, сбор определенного количества денег, мы еще получаем плюс и опыт, и опять же деньги. Вот у нас новая оживность появилась в зоопарке, это Орел, но ему надо сейчас придумать место, поставить вольер. Пока с местами проблема, ну как, если хорошо сжаться, что-то переставить, то, наверное, мы все-таки место найдем, пока его не видно. Тут и всякие там деревья, потом камни для очистки, в общем, надо опять же тратить деньги. Вообще игра получилась достаточно донатная, если у вас нету терпения, тут варианта два, либо же ее как-то взламывать, либо покупать за реальные деньги ресурсы. Так, тут у нас мешало там препятствие, для того, чтобы мы поставили вольер, наконец-то я разобрался с этой проблемой, и теперь можно поставить орла. Значит, если попадается такое же животное в лаборатории, вот мы сейчас будем опять выводить, то, в принципе, не спешите его продавать, можно продать. Потому что желательно, чтобы в каждом вольере было по несколько животных, для того, чтобы у них были дети. Мы этим процессом тоже занимаемся, выведение питомцев, это влияет на то, что мы выполняем задания. Опять же, мы получаем за это определенные награды, там, по-моему, даже не деньги, сколько опыта, и также возможности дальнейшего развития зоопарка. Вот мы сейчас вывели, пытаемся вывести нового животного, и появился новый портфель. Что означает, что мы получим сейчас деньги и золотые монеты. Шансы расцениваются наши как 50 на 50, там всего 4 варианта, было 2 упростительных знака, то есть из 4. Это означает то, что у нас шансы, как говорится, 50-50. Можно этот процесс ускорить, уведение, но нужны золотые монеты, опять же. Так что, как я уже сказал ранее, гран достаточно донатно. Вот наши возможные варианты дальнейшего развития. Я пока не спешу сейчас что-то строить, потому что надо сначала развить то, что у нас есть. Как вы видите, есть 5 из 5. Мы должны вообще построить максимум 5 киосков и всех развить до максимального уровня, а потом построить финальный киоск. Во-первых, мы берем и экономим место. Вместо 5 киосков появляется такой, как Emporium. Он стоит достаточно большого количества денег, но он на выходе дает и деньги, и мы экономим, как я уже сказал, территорию. На этом я думаю, что мы будем заканчивать обзор. Когда выйдет следующее видео, я не знаю, время как-то сейчас в обрез, возможно, через месяц, может быть, раньше, как получится. Пишите в комментариях, буду смотреть, какие игры интересуют вас. Возможно, в эту игру будем дальше играть, так что все зависит от вашего выбора. Ну, а на этом моменте будем заканчивать обзор. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.